Всем привет! Сегодня у нас интересный день. Мы на вот этом древнем Jaguar E-Type или XKI участвуем. Уж третий раз, да, я с тобой? Да. Мы два года на Мустанге участвовали и сейчас мы поедем в этом году на этой Яге. Очень крутая тачка. Короче, вот такая у нас Яга сегодня. Итак, начнем обзор автомобилей. Вот САП неизвестного года, но... Что-то капает. Да, и что-то у него капает. Это Иш, Порше. Такой вот старенький Альфа Ромео, но очень красивый. В периферии какой-то парень приехал. Вот это вот по-любому какой-то колхой, какой-то сын председателя на этой Волжане. Скажите, какие вообще ваши ожидания? Какое, вы думаете, займете сегодня место? Я думаю, я займу первое место, потому что у нас самый лучший шторм. Я считаю, на сегодня топчик для меня это вот этот вот Bentley. Качество, реставрация, состояние просто бомбическое. Посмотрите, вообще, какое дерево, какая кожа, какие штришки. Что ты там смотришь? Руль не трогай. Bentley, да. Это вам не новые Continental GT. Это Jaguar, на котором будет участвовать экипаж, состоящий из Андрея Белецкого и Айка Симоняна. Только что была произведена аварийная замена аккумулятора. Надеюсь, у парней все получится. Это будет единственный их косячок за сегодня. Camaro. Такие у него пипки на капоте. Пипочки. Посмотрите. Тут ездит точно, на этом автомобиле ездит какой-то гонщик. Очень какой-то крутой мужик. Извините, это не ваша машина случайно, а вот эта красненькая, да? Отойдите, мальчики, отойдите. А, извините. Извините. Такой Мерседес из Латвии. Купешечка. В правильном цвете, на правильном салоне. С правильными пассажирами. С правильными пассажирами, да-да-да. Vista SE. Автореставрация. Очень красиво, так. Я думаю, что вот это вообще, конечно, самый автомобиль с самой тонкой реставрацией, самой качественной. Passart? Давай будем правильно называть. Packard. Или Packard. 1929 года. В состоянии нового. Посмотрите. Посмотрите на все элементы. Какой-то дорогой катер. Дерево. Хром. Колеса. Запасочки. Автомобильный антикварный автомобильный клуб Америки. Заняло первый приз в 2013 году. Задние окошечки, как грамм пластинки выполнены. Будут только заборники такие открывающие. По маршруту мы с вами, в принципе, в дорожной коллегии сложено. Мы с вами въезжаем на подиум. Конкурс фото. Съезжая с подиумом, мы с вами поворачиваем налево. Там маршрут выставлен бочками. Двигаемся вот куда к палаткам. Вдоль палаток. Направо-направо. Там КВ-1. А что за оранжевая лампочка загорелась у тебя? Она горела? Не, она блестит. Она не горит. На основе. У нас тут скучные путни. Уже 2 часа гоняем на Яге по дорожной карте. Вот так это выглядит. Я уже показывал. Уже заблудились один разок. 300 метров ошиблись в расчетах. Ну понятно, 300 метров уже другой поворот. И весь маршрут идет не так. Но быстро сориентировались. Но все равно минут 10, да, потеряли? Да. Минут 10 точно потеряли. Добуждали. Но пока катаемся нормально, кайфуем. Если кому нравится мой красный нос. Вот этот симпатичный красный нос. Таким прыщом на носу. То поставьте лайк. А кому не нравится подписка. Договоритесь. Скоро стикер видит у него нос и сделает. Вообще, наверное, смотреть скучно. А ехать очень весело. Много эмоций. Потому что ошибаешься, злишься. Вспоминаешь хорошими словами руководителя гонки. Который вот это все вымучивает. Целый год готовится. Да, передаем привет руководителю гонки. Я сначала на тебя очень сильно разозлился. А потом понял, что мы сами ошибились. Яга очень крутая. Представляете, здесь 260 лошадей. Рядная шестерочка. А бывали еще V12. Я не думаю, что V12 намного быстрее ехал. Учитывая, что там мотор тяжелее. Только переключи передачу, потому что ты едешь на 4000 оборотов. Ну, в общем, едем сейчас. Вот едем где-то вот тут. Если вам это что-то говорит. Нам нужно доехать. Вот поэтому тут по приборчику видите 504. Когда станет 9,4 нам нужно вот на таком знаке повернуть налево. Потом после этого еще километр 25 проезжаем, поворачиваем направо. А есть места, когда этих указателей километровых нет. Например, вот видите, смотрите. Тут тупо едешь вот до первых поворотов и так далее. Если ты что-то проехал не так, то если у тебя километровых подсказок нет, то все. Пиши пропало, ты заблудился. Поэтому надо всегда держать ухо востро и не профукать поворотик. Рейсинг Бай представляет. Дрифт Могилёв 19. Париматч Кубок Беларуси по дрифтингу. 30 июня. Аэропорт Могилёв. Парные заезды на мощных автомобилях в управляемом заносе. Начало в 13.00. Билеты уже в продаже. Официальный сайт Дрифт Бай. Зайцев оттуда до сюда 50 метров нету. 50 метров там, сука. Там и мы, так и мы расскажем. Парень еб. Пожалуйста, держите. Удачи вам в соревнованиях. Поехали. Вот этот окружаешь, потом едешь на тот. А кидать кидаешь, да? Ближе давай, что там. Ближе, блядь, бактор, еб. Ой, есть удар. Значит, шире возьми, блядь. Ближе взять тот, объедь вот так кругом. Слева, да? Да. Возьми шире дальше, чтоб ближе к нему подъехал. Ну, пи*** ты, блядь. Доктор, ты, блядь, бесишь меня, блядь. Едь, широкого кидай, едь. Так ты кидал бы уже, блядь. Есть, но вот так езжай. Это чё, заглох ты, блядь. Здравствуйте. У вас есть 20 минут. До такой тематики, без этой карты, за какой-то минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Что нам надо сделать? Мы сейчас будем создавать официальным по ПТД. Да, о-хо-хо-хо. Всё, я вытянул, да? Да, поехали. Один галет, да? Что означает жёлтый мигающий сигнал светофора? Предварительной справедливости нет? Я думаю, что вот это. Обязаны ли вы в показанной ситуации после... Обязаны. Обязаны. Поменялись местами. Я сел за руль. Доктор уже штурман. Это разрешено правилами. Всё. Всем привет. Мы финишировали. Очень жарко было. Очень рад и спасибо, что нам сегодня предоставлена честь на ней участвовать. Я надеюсь, мы на ней также аккуратно завтра финишируем. Так что спасибо. Молодец! Доброе утро всем. Второй день. Вчерашний день прошёл, в принципе, неоднозначно. Что за х**? И это было и удачно в каких-то местах. Вот х**. Яйцево. Зайцево. Яйцево, х**. Где-то мы ошиблись, потеряли время. Х**. Устроить вещи на каком-то гравне, х**. Понимаешь? Где-то штрафные минуты. Но это ждёт в таком ралли всех. Х**. Придумал х**. Поэтому, в принципе, мы готовы под речком. Идём сейчас на паркинг, где стоят все тачки. Сегодня финишировать будем за городом, сто чем-то километров от города. И там будет вечеринка. Доктор готов? Да. Сегодня дорожную карту дают прямо перед стартом. То есть, время нету. Вчера было за 10 минут, а сегодня прямо вот. Ты получил и всё, стартуешь и едешь. По ходу ориентируйся. Ну, посмотрим, что будет. Сегодня меньше города будет, по-моему, и больше загородной дороги. Короче, ситуация такая. Мой нос такой же. Вот. Да, мой нос такой же. Красный, как кипит вода. Как кипит вода. Мы как раз заехали на заправочку, здесь контрольная точка. Хорошо, что на вот эти два КВ 15 минут выделено. Ну, специально вот здесь типа заезжаешь, а там выезжаешь. И на это 15 минут для того, чтобы люди могли бы зайти кофе попить. Но нам не до кофе. Нам надо залить сюда водички, антифриза, потому что мы чуть-чуть постояли. Мы опережали время, чуть-чуть простояли минуты 3-4 на заведенной машине. И она закипела. Это хорошо, что это произошло в такое время, когда у нас есть время сейчас исправить, подлить водички, антифриза и ехать дальше. Едем налево. Вот так. По сельским дорожкам. Отдохнет, мы потом проедем, потом где-то остановимся и зальем. Ну, понятно. Быстро работает все-таки. Да. А, вода же у нас есть. Вода есть. А, ну да. Надо, чтобы нас толкнули. Одна из контрольных точек была в детском доме. Там дети фотографируются и так далее. И мы посмотрели, что у нас машина опять кипеть начинает. Оттуда быстро свалили. И едем как-то ее охлаждаем. Плетемся, собственно говоря, как придурки. Вот смотрим на датчик воды. Пока в норме. У нас там чуть-чуть вылилось воды. Но я думаю, что там все ок, там немного. И мы уехали сразу. Нормально мы пришли с тобой. Ну, не доделали дорогу. Пришли, пришли. Упс. Слушай, ну мы сегодня так нормально. Учитывая, что мы кипели и у нас почти так. Мы в тайминге все плюс-минус были. Ну, это уже за последние два года, мне кажется. Постоянные какие-то были. Да, мы чуть-чуть. Нет, на мастанге первый год мы доехали тоже нормально. Это просто у нас самый был. Да, прошлый год. Но невезуху мы все равно не получили года. Ну да, мы не получили невезуху года. Учитывая, что мы в прошлом году две тачки ушатали. Как ушатали, они ушатались, да. Как-то тихо. Ну что банда? С прибытием. Все замечательно. Идите трапезничать вниз, как обычно. Тррррррррррра пезничай? И как то у вас за рулек? Я, Балтик, а нулевка. Ага, ты сам нулевка просто. Как Женя говорит, короче, короче тема такая. А такая ситуация, такая ситуация. Тема хорошая. Я в Липках, обычно Женя тут ошивается вокруг да около. Сегодня здесь драк, официальный драк большой, много гостей из России, много прикольных тачек и я что-то решил в эту жаркую погоду приехать глянуть, что тут происходит, но атмосфера мне уже нравится, людей немного, зрителей по крайней мере, я думаю, что они еще подтянутся. Это вип-зона, я так понимаю, да? Вип-зона, Макс, привет. Ты что, не участвуешь сегодня? Сын. А? Сын? Да. И там сын участвует. Сейчас съездил колеса другие, взял твой процесс. На Китае вообще плохо. Ну, на Китае понятно. Выходная скорость 205. Легенды белорусского дрэга, где еще увидишь? Как ты, Колёш? Нормально. В дизелях, да. В дизелях все. 199С на финише, но старта нету как-то. А что нет старта? Ну, жарко, зацеп же есть, надо, наверное, больше давление подобрать. Ну, да. Я понял. Вот Илюха. Как Илюху можно не увидеть в липках, даже если это драк? Ты кого спотишь сегодня? Посланчать чуть-чуть, на 150 оборотов подними, подними, да? Да. На самом деле, вчера ночью мы помогали ремонтировать автомобиль. Один из них. Вот, посмотрим, какие результаты. Как тут в центре управления полетами? Дела обстоят, привет. Полет нормальный. Полет нормальный. 12.9.11. Лучшее время в Аут-Дюхе. С-2. 9 с чем-то, да? 9.6. 10. 9.6. 42, по-моему. А, ГТР еще 9.6 проехал. Да. Что там Коля говорил? Он по дизелькам, да? Смотрите сейчас. Смотрите, что будет с дизельком. Классно вам, да? М5 или Ешка, да? М5, 10.7. Да, да, да. А Ешка почему так медленно? Или там 43? Я не знаю. О, вот это интересно. Ну, сейчас на самом деле Кваля и... Квала, Кваля, Кваля звучит так себе. Они могут ехать с задержкой, чисто время показывают. А эта машина, между прочим, Минск-1 умудрилась перевернуться, если вы помните. Вот это он. И сколько сейчас МР-2 поехало? 10.9. 10.9 проехало МР-2. Сколько там сил? Что за мотор? 400 плюс. Сток Эва 9 сейчас. А когда тебе передний привод? Ребенок сказал, из 12 выеду будем делать полный. Все, я понял, но красавчик, он постепенно, да? Эва коробка, но с обрезанной, раздаткой. 12.4 рекордный был. Блин, резина. Резина, ты смотри, а где? 207 скорость на выходе. Вот. Семейные радости. Что ты валишь? Холодильнику изменить? Да, да, все. Audi, R7. Пока останавливаемся на них. Опа. Качнем? А что не новая Cherokee, расскажите, игра? На следующий год. А, так, все-таки ты вернешься к холодильнику, да? Обязательно, обязательно. Ну, я вот хотел сказать, что в нем есть шар. Да, да. Знаешь, на этом квадрате всех натянуть. Конечно, конечно. Ну, давай, удачи. Сколько поедешь? 10.2. 10.2? Сколько сил? 750, 800? 800. 800. 800. Ну, давай, удачи. Давай, счастлива. Давай, давай. О, Женя. Сколько время будет? Два раза 9.61. 9.61? Да. А сколько Рейко-рекорда у нее? Ее еще сходи. Ну, давайте, побейте, пацаны, рекорд. Ну-ка выйди, бля. Выйди, выйди. Одолжили? Что, прадедушка? Прадедушка одолжил. Да вообще, я тебе скажу, просто вышаг. Круто. Здравствуй, чемпион. Ты же там все время побеждаешь? Ну, стараюсь, стараюсь. Не, я всегда на тумбочке побеждаю. Всегда на тумбочке? Да. Ну, если всегда на тумбочке, это стабильность, это очки, значит, по итогу ты чемпион. Ну, я стараюсь, да. Какое время будет? Еще надо выехать с 13. Уже надо, да? Давно. Уже год как надо. А что не получается? Что тебе мешает? Сегодня я не знаю, что мне мешает, но я пока не выехал даже с 13. Что-то турбо не будет. Слушай, у тебя даже фотографии с такими легендами. Ты там в Барселоне всех, кого, блядь, рядом проходил, обнял и сфоткался. Не помогает? Не добавил лошадей? К сожалению, нет. Помню, помню, конечно, конечно, помню. Ты такой белоснежный вообще. Конечно. Под тачку, да? Ну, видишь, BMW достала реально. Мы в Mercedes верим, в BMW уже все. Мы присушиваемся к Дураму и Кураму и Кураму и Кураму. Сколько здесь сил? Су-сорку. 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 1-2, 1-1. 1-1 уже проехали. Переживаем. Едем же в классе 11 секунд, чтобы не выскочить. А-а-а. Но 102-й бенз уже залили. Ну, шарко. Я думаю, что не выскочить. Я слава богу. Дай бог не выскочить. Потому что я уже попадаю в тот класс, где без Курка ехать в Украину не вариант. Понимаешь? Там на границе уже скажут, ребята, без Курка, домой. Все это М6 М5 Гетры все узнали и больше не приезжали. И сейчас мы уже взяли на МГ и хотим, так сказать, в 11 секунд и на 20 секунд ездят. Слушай, но новые М-ки крутые, да? М5-я просто, блядь. Курам правильно сказал перед ребятами. Говорит, что поколение, вот то, что у меня М6 М5 было, это провальные машины. Потому что, да, они едут в 120, они едут в ходу. Но. Они едут в 12-е чем-то секунд. Да, 11-е чем-то секунд. 11-е чем-то секунд. Это если ты задуешь. Да. Не, ну, сток. Мы про сток говорили. Сток, да, 12 секунд. Там сток тачкой выезжает за 11 секунд. А там 12-е, 2-е, 12-е, 1-е было всегда. Так она стейдж-2 догоняет, ты видел? Да, да. 9-9, 10-1. У нас в Украине машина едет 10-3, 5-е-4, 5-е-3, 100-200. Она стейдж-2. То ты РС-6 берешь, шьешь, стейдж-3, попробуешь атак проехать 5-е-2. Ну, не возможно. Ну, попробую еще проехать и трансмиссию не развалить. Да. Че, господа, как Зе прогоняет? Отлично, приветствуем. Сейчас вот из 11 наконец-то выехали, но жарко. Я видел. Да, очень жарко, блин, ну прям вот, не знаю, как ему, но я, но мне очень жарко. Обычно, знаешь, всякие кастомы всегда сделаны по колхозному, но этот нет. Здесь, да. Здесь все аккуратненько. Я это видео постарался. Да, здесь аккуратненько, все классненько. Сколько сил? 550-600. Как и было, да, в принципе? Да, я ничего, в принципе, не делал, карабас немножко там. Покрутили. А двигатель какой, расскажи, я даже не знаю. А, точно, у тебя же VR6 с турбой. Да. Большая турба? Ну, так, середнячок такой, наверное. Ну, больше тут уже смысла нет, вот просто страшно на финише. Ну, да, она легко ее кидает. А ты даже на Атое, даже не драговая с ликки, да? Да, да, да. Потому что я езжу уже еще в Питере, у нас там основной асфальт и очень хреновый, и как бы поэтому приходится как-то такое, скажем. Наконец-то нормальной тачке у нас такти, да? Не, я не про ГТР, я про Мустанг. Ну, что, как? Пока никак. Зацепа нет? Зацеп вроде есть, но машина не есть. Чего? Жарко? Жарко. Или хрен знает, что происходит. Да, ночь последнего болта не до конца докручивается. Столько лет уже строишь? Какое лучше время было вообще? Лучше? 111. Сил сколько тут? 850? 900, если верить, запуске 930. Да, 900, да. Ну, давай, удачи. Step by step, спасибо. Удачи. Лучше время, пока, насколько я понял, у S2 из Латвии, Евгений Пычковский, у него 9.6. Машин много, которые едут, около 10 секунд, прикольно. И М5, новая, 10.7, валит стабильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!